всем доброго дня с вами Вячеслав Кипкаев я представляю ваше внимание на стены двухконтурный котел Bugatti 24 turbo который мы установили до этого здесь стоял не здесь стояла в доме стоял котел настенный котел Firoli 24 позже я расскажу что с ним было что мы за три года эксплуатации с ним делали вот ну а сейчас на стены котел сейчас запустим но ГВС пока нет у нас здесь потому что он здесь здесь будет стоять мойка и дальше пойдет он на баню работает он на отопление плюс контур теплого пола на дом вот это был перенос то есть он стоял настенный котел стоял Firoli до него до Федерики в доме но вот мы его сюда перенесли и соответственно у нас котел пошел под замену вот Firoli вот он работает тихо отопление пошло холодная вода закрыта отопление открыто ну что я хочу сказать друзья сотрудничество с Bugatti у меня закончилось потому что мы не нашли с руководством не нашли общий язык на тему но это этому есть причина то есть а их две скажем так одна из них это все-таки центр подготовки специалистов у нас не был открыт то есть мы его не запустили соответственно подготовки людей мы не ведем не готовим людей ни теплотехников ни котельщиков второе что это с руководством мы не нашли понимания это те семинары которые проводят все бренды в Российской Федерации по обучению на эти семинары уважающий себя котельщик с опытом работы и с большой практикой просто не пойдет ему там просто делать нечего нового там ему ничего не расскажут не покажут а все бренды представлены в Российской Федерации это делают все проводят эти семинары о которых что то рассказывают там это в основном для продажи итак в дальнейшем видео мы наверное не наверное рассмотрим все бренды в Российской Федерации которые бренды в России которые представлены в Российской Федерации то есть мы это на практике на действующем оборудовании все покажем вот какие плюсы какие минусы это будет и ГАЗ БОС-6000 и Бугатти и Корее Стар и БАКСИ и МУДЕРОС в общем все и ЛЕМАКСы напольные котлы все это мы вам покажем плюсы минусы нюансы все и так сейчас покажу как что стало собственно с котлом с которым мы поменяли фироль через и что мы с ним делали через три года интенсивной эксплуатации и так вот что с ним стало и что с ним делали значит что мы тут делали на этом котле за три года поменяли плату управления здесь раз поменяли теплообменник первичного контура отопления вот он два то есть он у нас потек образовалась дыра вот и мы его поменяли поменяли также датчик тяги вот вот он у нас вышел из строя вот соответственно котел заблокировался вот мы его поменяли за это все собственник этого дома заплатил денег теплообменник плата за три года ровно ровно наверное по цене котла который он купил вот в таком виде в том сейчас мы его брали ну и котел сейчас рабочий просто будет в гаража лежать если сравнивать фироли и бугатти то все таки вот здесь пожилые люди живут для них проще и понятней вот такие вот рукоятки нежели вот такие кнопки которые крайне неудобны западают так как я выключил все мы его выключаем пока ну как я сказал что в дальнейшем видео буду выкладывать по всем брендам представленных российской федерации это будет и корея старый фироли и bosch бодерус ли макс и особенно по ли максом расскажу какие проблемы есть вот так мы всем всего хорошего до свидания с вами вячеслав кипкаев с вами был вячеслав кипкаев